Здарова, YouTube! Для тех, кто здесь впервые, я занимаюсь Туарегами, но не только ими, у кого есть 4 колеса, но в основном, конечно, это группа ВАГ. Porsche, Audi, Туареги, Volkswagen. Сегодня у нас тот самый второй Туарег, который не ломается, и мы решаем проблему омывания камеры заднего вида. На Тигуане омывание есть, а на флагмане на Туареге нет. Первым делом снимем кнопочку. Ой, нажал её! И плафончик. Сняли плафончик. Так, блин, нажал. Опа. Включаем кнопочку. Вынули отсюда кнопку и отсюда плафон. Теперь нам нужно найти два болта под знаком. И здесь у нас на торкс. Вот тут что-то неверие. Фонарь мешает. Ой, не-не-не, стой, 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 стой! Убьёт! Два торкса в ручке. Надо снять. Всё, это из-под знака время остановки. Это у нас всё. Теперь лучше всего снять, чтобы отщёлкнуть всё. Всё, это левое отстегнули. И вот отсюда уже начинаем её открывать. Всё. Ну вот, нам нужно добраться до камеры. Вот она у нас получается. Первым делом отключим саму камеру. Ребят, прерву видео. Камера оригинальная, то есть, как она держится. Всего лишь на этих двух гайках, на 10. Их откручиваем. Одну и вторую. Снимаем корпус. И это держится намертво, да? То есть, сама камера держится намертво. Не боимся. Отсюда давим. Снизу придерживаем, чтобы она не провалилась. Здесь имеется небольшая клейкая прокладочка. Вот. И он как бы приклеен на двухстороннем скотче. Немного подковырнув, всё, больше я ничего не держу. Единственное, рамка номера автомобиля может мешать. Всё зависит индивидуально, что у вас за рамка. Но чаще всего она мешает. Металлический корпус нам потом больше не понадобится. Он не подходит, потому что вот этих двух болтов железных уже нет в новом корпусе. Итак, камера. Короче, мешается в любом случае рамочка. Камера наконец-то у нас свободна. Всё, вот она. Наш корпус фары. О, корпус фары. Корпус камеры. Вот это у нас наш стандарт. Вот это аналог. Видим дырочку, да? Итак, у нас три варианта. Первый. Это самый дорогой. Вот он номерок. Покупаем оригинальную камеру от Тигуана заднего хода. Разбираем её. Вынаем камеру от Тигуана и выкидываем. Разбираем свой корпус. И камеру от Туарега вставляем в корпус от Тигуана. Это самый дорогой вариант. И самый распространённый на Drive 2. Да, там люди от 30 плюс-минус тысяч рублей покупают этот корпус, переделывают и вставляют. Первый и самый дорогой. Нам такой вариант не подходит. Второй вариант. Это именно тот вариант, который мы будем использовать в данном видео. Корпус я брал на Абита. Если кому-то нужны контакты, там ещё штук 10-20 осталось у него. Но я не буду его рекламировать. Честно. Если кому-то нужно, опускаемся в описание. Там есть мой инстаграм. Пишем там мне в личку. Я дам телефончик. Ссылочку. Всё. Это тот вариант, который использовали мы. Стоит 4 500. Плюс 500 рублей доставка до СДЭК, если вы не в Москве. И 300 рублей. Ну, мне до Воронежа обошлось. То есть 5 300 плюс-минус корпус обходится. Третий вариант. Это Алиэкспресс. Ребята, фотографии я вам сейчас все покажу. Они абсолютно идентичны. Ну, по крайней мере, фотографии продавца. Почему-то покупатели, оставляя отзывы, не делают фотографии. Поэтому только фотографии продавца. Они абсолютно идентичны. Что форсуночка, что сам корпус. Причём на Алиэкспресс вы ещё получите проводку. Ну, которая, в принципе, вам не нужна. Но, может быть, в дальнейшем, в будущем, что-нибудь заколхозить. Захотите, пользуйтесь. Здесь шланг имеется. Тройник имеется. Единственное, на фото я не вижу коннекторов, которые соединяют между собой. Шланг, тройник, камеру. Ну, в общем, вы всё поняли. То есть, три варианта. Все три варианта в описании. Ну, про ВИТО только пишем мне в личку. Рекламировать я этого человека не буду. По той причине... Ну, я и позже расскажу. Дальше всё увидите. Почему? Теперь нам нужно это всё разобрать. А для этого я взял с собой зубочистки. И вот мы сняли камеру. Нюансы. Нюансы. Её тяжело, достаточно разобрать. У нас есть, видим, да? Раз, два, три, четыре. Впереди. Вот они, зубы. Четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так они у нас ставятся. Но, нюанс. Также у нас есть три стальных. Тубочки. Где они у нас стоят? Одна стоит вот здесь вот прям. Вот где вот у нас тут четыре этих. О, чопик. Чопик всё держит. Всё, его убираем. Сбоку одна и сбоку вторая. Если одна гвоздиком, да, с обратной стороны и вынуть, то вторая запечатана. Её никак не вынуть. Решение было... Взяли винтик маленький, так как трубки полые. Закрутили туда винт, саморез, что угодно. То есть, небольшого диаметра. Вот, здесь где-то два миллиметра. Просто вынули. Вот. То есть, нам нужно распрессовать здесь, здесь и здесь. Три. Затем! Вы думали, всё? Нет! Затем, ну, соответственно, нам нужно будет поддеть четыре защёлочки. Вот они. И самое сложное. Раз, два, три. Защёлки. Которые держат. Опаньки. Раз, два, три. Также защёлки. Что нам нужно сделать? Самое главное. Ну, в принципе, берём зубочистки. Три зубочистки. Если у вас есть набор для разборки, да, плашки, конечно, будет замечательно. Вот. И, соответственно, вставляем их под каждую и разбираем. Ну, и ещё вот там, где вот у нас, здесь отсюда мы вынули тубочку, здесь ещё тоже надо будет поддеть. Но это вы увидите. То есть, вот эта защёлка держится вот тут, на вот этом отверстии. Всё. Это было самое сложное. В общей сложности час работы. Но вот на это, ну, чтобы её не поломать. В принципе, ну, как, уже прохладно, чтобы не поломать. Вот на это практически 30 минут ушло. То есть, на всё, про всё час, вот на это 30 минут. Просто надо разобрать. Да, если вам не жалко, вы хотите от этого избавиться, вы можете её распилить, разломать 2 минуты и вынуть камеру. Для того, чтобы вставить в другой корпус. Всё. Но, если вы хотите её, ну, мало ли, для чего. Вещь-то тоже, вот, пригодится в быту, будет валяться лет 5 в гараже. То вот так вот. Всё, разобрали. Получается, вынули закладные вот эти по сторонам, да, и одну вынули отсюда, из центра. Вот, камера у нас, всё, вышла, вот она. Теперь нам надо всё это переставить сюда. Нет, сюда. Мы её, боком она вот так не вставляется, видишь, не лезет. Только так, либо вот так. Вот, ну, соответственно, из-за этого так бы мы её не поставим. Вот, всё, она её убирает. То есть, её правильное положение вот так. Ну вот, и, соответственно, в новый корпус она вставляется вот так. Всё, да. Вставляется она. Вот, один прижим у неё здесь. И всё. То есть, она даже не люфтит. Ни люфта, ничего. Абсолютно нормально стоит. Форсунку вытащить. Ну, не, она, в принципе, уже её присмотрю. Вот тут вот она чуть-чуть, вот тут вот придётся, она прям упирается здесь вот. И чуть-чуть не хватает. То есть, надо вот этот кусочек сейчас чуть-чуть срезать. И вот мы снова прерываемся. Помните, я говорил про человека, которого я не хочу рекламировать с Авито? То есть, при разговоре с человеком мне сказали, на Торрех подходит. То есть, у нас даже был разговор. Да, этот корпус, ну, то, что на Авито, на Алиэкспресс, это для камеры простого вида. То есть, это не для кругового обзора. Есть круговой обзор, есть простая камера заднего вида. Это всё для камеры, для простой. Нам надо доработать напильником всё. Либо канцелярский нож, либо плоскогубцы, бокорезы, напильник. Ну, то есть, вам нужно сделать, всё увидите, всё это подрезать немного. То есть, это заняло буквально 5 минут. Вот я пассатижами отодрал ребра жёсткости и подрезал угол. Всё. Вот. А человек говорил, что всё идеально подходит. Уже несколько раз пробовали. Вот. Но такие нюансы не указал. И меня это растило врасплох. Мне просто было неудобно перед самим собой. Как же так? Как итог с этой стороны вот здесь. Надо будет чуть-чуть подрезать ножиком. Вот так вот придётся аж подрезать, чтобы он стал вот этот вот уголочек. Вот так вот. Семенал же настать. Правда, до работы напильником никто ничего, никто же не сказал. Вроде стегнул, да? Да, застегнул. Всё, застегнулась. Здесь застегнулась. И здесь. Всё. Кнопка работает. Ну, понимаешь, она плотненько всё равно крутится. Всё. То есть, по идее, всё. Так, срезали проводочек. Надели. Надели резинку. Не знаю, сейчас поровню. Вот этот подрежу. Всё, сидит. Сидит. Опа, потекла водичка. Всё. А, блин, там спирт, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вон так она ползла. Всё. Ну, как-то так. И снова я вас прерываю. После установки, то есть, уже прошло две недели, даже, ну, чуть больше, обнаруживался нюанс. То есть, мы установили и тестируем. То есть, уже две недели тест проходит. В чём проблема? Игрекообразный, да, игрекообразный тройник. А, кстати, номерочки также будут под видео. Шланг, коннекторы, тройник, изолента за 900 рублей. Ну, есть вариант купить её за 200. Тоже ссылочка будет там. Так вот, вот эту рогатку мы поставили по направлению. И получается камера заднего вида, на неё давление больше. И поток воды тоже больше. И омывает она больше. То есть, она омывает аж камеру, бампер снизу и номерной знак в районе. То есть, реально. А в чём проблема? На стекло теперь не то давление. То есть, мы понимаем, да, то есть, у нас теперь давление делится на двое. Либо это будет, я потом в Инстаграме, скорее всего, в своих сторисах выложу, ну, коротенькое видео, да, зачем, как мы решили эту проблему. Сейчас я хочу развернуть вот эту рогатку, да, в обратную сторону. Ну, просто, чтобы в направлении шло непосредственно на омывание стекла. Вот это. А это будет в обратную сторону. И, в общем, всё потом увидите. Кому интересно, подписываемся на Инстаграм, как я вышел из ситуации. Либо поставим тройник с регулируемым давлением именно на камеру. Есть и такая тема, но это всё будет потом. У нас получается вот так вот формат. Мы просто разрезали вот он, основной сюда. И осталось нам теперь отсюда, от тройника, довести до камеры. Вот такого формата кусочек понадобится. Всё. Изолента. Практически самое дорогое, что здесь. 800 рублей. Всё, вот, получается, мы подключили камеру. Вот наш шланг. Да, водичку на омывание. Вот она, форсуночка. Камера на месте. Всё. С кнопочкой. С микриком. Сейчас пробуем омывание. Ну-ка, давай ещё. Ну всё. Подготавливаем, ставим всё на место. Вот так вот. Ну всё. Да, и не пугаемся. Когда вы откроете дверь, если вы это самостоятельно делаете, откроете дверь, начнёте камеру проводить работы, и когда вы включите, соответственно, ваш монитор и посмотрите назад, камера не работает. Точнее, камера работает. Не работает положение, направление, да, то есть куда развернуты колёса и показывает нам направление. Она работает. Это как лайфхак. Только при закрытой двери. Поэтому не переживаем. Всё нормально. Закрыли дверь, всё появилось. Открыли, она убирается. Ну вот так вот прописано. Ну вот и всё, ребят. Пишем комментарии, ставим лайки, оцениваем это видео. Любой смайлик вообще хотя бы мне оставьте. Подписываемся. Будут у меня ещё японские машинки. Скоро. И будет ещё, ну, по Туарегу NF, GP. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!